Продолжение следует... В общем-то, воспринимать уже как подарок. Сергей Любавин в программе «Живая струна». Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели. Очень приятно находиться здесь, в этой уютной студии. Сереж, а давайте мы с вами сразу как-то договоримся. Мы на вы или на ты? Да, на ты, наверное. По шансону. Ура! Брудершавт. На ты. Дорогие друзья, будет сегодня много песен. Много разговоров, я надеюсь, в первую очередь, со стороны Сергея. Но Сергей пришел с подарками. Поэтому звоночки мы начнем принимать чуть раньше, чем обычно. Чудесные подарочные издания, альбом. Точно, да. Новый сборник. Да, расскажите чуть-чуть. Новый сборник. Здесь сюда вошли несколько новых совершенно треков. Это, в первую очередь, новогодняя песня. Называется «На кружится снег». Все в тему. Да. И совместно я ее спел с замечательной молодой певицей Анной Гуричевой. Вот. И уже песня, кто слышал ее, находит отклик в сердцах слушателей. В сердцах, умах и других частях тела. Да, и поэтому за интересные вопросы мы будем награждать такими подарочными дисками. Да. Так что ждем от вас предновогодней активности, дорогие наши слушатели. Ну, в начале программы хочется подарить всем вам, прежде всего, песню. Вот. Она будет не про елочку. Она будет... Она не про елочку, она про цветок. То, что... Вот. И дело в том, что, конечно, вот дуэты, они, с одной стороны, очень хороши тем, что есть возможность с человеком, который обладает тоже замечательным инструментом, голосом спеть что-то красивое. Но минус большой этого, то, что этого же человека не будешь постоянно возить с собой. Так случилось с этой песней «Цветок», которую мы спели с Таней Булановой. Таня гастролирует сейчас на гастролях, а мы здесь в студии сидим, и придется вот ее спеть без Тани. Такой эксклюзивный вариант. Я уверена, что вам, Сережа, хватит и сил, и таланта компенсировать два таланта, которые звучат в этой композиции обычно. Ну, по крайней мере, для людей, которые слушают сейчас шансон, будет понятно, что это действительно живая струна, что это действительно вживую все спето, и это очень приятно. Мой дорогой цветок, Живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, А я под золотым московским солнцем мерзну. Не взойдутся Москва с небой, Нежной девочкой с севера, У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, Осень струны оборвала, И у диких твоих коней Дривы ворона вакрыла. И в час, когда шепчу Во имя всех святых В награду нам дано Такое наказание И я схожу с ума От нежных губ твоих От женской красоты Горячего дыхания Не взойдутся Москва с небой, Нежной девочкой с севера, У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, Осень струны оборвала, И у диких твоих коней Дривы ворона вакрыла. Мой дорогой цветок, Живешь с собой вдвоем И веришь, что любить Пока еще не поздно. Тебе всегда тепло Под питерским дождем. А я под золотым Московским солнцем мерзну. Не сойдутся Москва с небой, Нежной девочкой с севера, У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла. А когда развели мосты, Осень струны оборвала, И у диких твоих коней Гривы ворона вакрыла. Гривы ворона вакрыла. Спасибо, Сергей, за песню. Спасибо огромное. Вот прям вот сбило даже меня с толку, что представь себе такую ситуацию, что сидишь в студии, тебе такой красивый мужчина поет такую красивую песню. Об этом можно только мечтать. Наверное, об этом мечтает огромная армия ваших поклонниц. Ну, а самому-то тебе милее все-таки какой город по сердцу? Москва или Питер? Ну, конечно же, с каких-то недавних пор я полюбил Питер очень сильно. Почему? Потому что этот город, и как и любой другой город, прежде всего люди. А поскольку мы артисты, то люди, это наша публика, наша аудитория. Вот, те, кто ходит к нам на концерты. И, конечно, по теплоте, по самоотдаче очень трудно найти более отзывчивую публику, чем в Питере. И у меня много друзей в Питере, и поэтому рождаются такие песни, как «Цветок». Ну, ты знаешь, Сережа, я готова с тобой поспорить, и чуть позднее я на заворе от городов, в которых тебя ждут с не меньшим, наверное, над теплом. И желанием об этом написали наши слушатели на форуме на сайте радиошансон.ру. А пока, прямо сейчас к нам присоединяется Алексей из Иваново. Алексей. А, здравствуйте. Добрый вечер. Вы приемчик, пожалуйста. Хочу, во-первых, добрый вечер сказать. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот. Ну, вы меня поймите, я вас через интернет слушаю, в Иванове радиошансон или нету, пока еще. Алексей живет в Иваново. Все впереди, я думаю. Да, да, да. Вот, я вас через интернет принимаю, и задержка сигнала небольшая идет. Вот, так что вы не бежать, пожалуйста. Мы не обижаемся, Алексей. Мы ждем вашего вопроса, Сергея Любовина. Тут, скорее всего, не вопрос, а хотелось поздравить вас и Сергея с наступающим Новым Годом. Счастья, здоровья. И хотелось бы еще вот, да, вопросик будет. Вот, приедет ли он в Иваново с концертами? Вот, хотелось бы узнать. Спасибо огромное, Алексей, за теплые слова, и я думаю, что в Иваново мы приедем. Я, кстати, хотел спросить, Иваново действительно по-прежнему город невесты? Это я не в свой адрес, а у меня барабанщик обычно интересуется. Город невесты или нет, он очень, как бы, озабочен этим моментом. То, что касается, очень жаль, что нет шансона в вашем городе. Я думаю, он все равно будет, но очень хороший момент это тот, что артисты шансона с удовольствием приезжают в Иваново. Я просто знаю и слышал от своих коллег, сам пока не был. Я думаю, что... Ну, поскольку Иваново все-таки действительно традиционно считается городом невест, а женщины, это прежде всего, ну, самая отзывчивая публика, согласитесь, Сережа. Самая эмоциональная. Самая эмоциональная, самая отзывчивая. И для России это особенно актуально. Да. И особенно, когда для них поет такой артист, как Сергей Любавин. Вот я всем слушателям могу сказать, что если кто-то нас сейчас не видит, ну, а это естественно для радио, что нас слышат, но не видят, открывайте первую страничку официального сайта Сережи, и вот та фотография, которая возникает перед вами, вот так он и выглядит. То есть это фотошоп Сергею не нужен. Вот. Просто вот красавец-мужчина. Спасибо, Юля. Пожалуйста. Но я вот подбираюсь немножечко к такой вот штуке. Смотрите, вы практически лишены недостатков, вредных привычек, чего-то еще. Не, ну хорош, ну Юля, ты же так сейчас расскажешь вообще людям, что я такой... Вот такое впечатление, что вот прям вот отличник. Нет, конечно. Ну, а сам бы ты какие свои недостатки назвал? Ну, много недостатков, недостатков на самом деле. Ну, хоть несколько. Да, огромное количество. Это я бы, допустим, если бы какую-то совсем уже идеальную модель, надо бы просто больше работать, работать над творчеством, трудиться больше. То есть ленность, некое присутствие. Ленность, ну да, это такой один момент. Второй момент, тоже я отношу его к недостаткам, что огромное количество городов, которые люди годами... Вот Вера Парамонова сидит, мой промоушн-директор, она не даст соврать. Люди годами звонят по телефону, обращаются на сайт. И мы с коллективом не можем до сих пор приехать в эти города, включая вот Иваново. И я тоже считаю это большим недостатком. Почему? Потому что хочется порадовать людей, которые от души искренне слушают твое творчество. Ну, если это все твои недостатки, то с пьедестала идеалом нет, мы тебя не снимем. Давай посвятим отдельную передачу. Недостатки Сергея Львова. Да, недостатки. Мы уже будем говорить о песнях, о творчестве. Хорошо. Ну, гостя примем? Конечно. Добрый вечер. У нас Сахид из Москвы. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как можно, так сказать, короче, потому что у нас время, время, время. Мы вас слушаем. Да. Я очень рад слышать Сергея Львова. Вот. Если можно, пусть что-нибудь с начала, когда вот он начал первый раз петь. Когда начал? Да. Первый раз. Да. Вот когда. Вот такой. Спасибо, Сахид. Сахид, секундочку, секундочку. Сахид, вы, пожалуйста, трубочку не вешайте. Вот Иван Ветров, который у нас сегодня за пультом, нам помогает. Он запишет ваш номер телефона. Мы с удовольствием сделаем, Сергей с удовольствием сделает вам новогодний подарок. Ну, а теперь ваш ответ. Ну, просто так построена уже программа, что сначала пойдут песни, которые, ну, так скажем, не так давно записаны, и, ну, так скажем, новинки такие относительно. А чуть позже споем что-нибудь там из старенького. Ну, относительно тоже старенького, конечно. Хорошо. Переходим к песне, да, Сережа? Да, это песня «Любовь моя». Снял клип на эту песню. Ротируется он активно и каналом, что тоже очень приятно. И такая история. Неземные пришедшие Мы с тобой Сумасшедшие Грешной страстью Желанием Повенчаны За тот волшебный Праздник Нежная моя За то, что любишь Сей своей душой Что мне с тобой Так хорошо И когда Я болею Шлю тебе По имейлу Тех стихов Бестолковых И ласковых И надеясь На чудо Я всегда Верить буду Ты печаль Ты любимая Сказка моя Благодарю Тебя Любовь моя За тот волшебный Праздник Нежная моя За то, что любишь Сей своей душой Что мне с тобой Так хорошо Встречь мелькает Страниц Перелетные птицы Лишь одна Нам судьбою Завещена И когда Все изменится Остается Надеяться Но Женщине на мужчину А мужчине На женщину ЖИВАЯ СТРУНА В прямом эфире Радио Шансон Лучшие и любимые музыканты Говорят, поют и играют вживую ЖИВАЯ СТРУНА Продолжается программа ЖИВАЯ СТРУНА Это главное Ну и вот как Сегодня 21 декабря Но почему-то Уже о серьезном Говорить не очень хочется Согласитесь Это точно И посмотришь на дороги На московские Уже люди бросили работать Совершенно Уже там Ну да По магазинам Автомобили кольцами По Москве Хороводы Водят Это точно В пробках Привет, кстати, всем Кто стоит в пробках Ну давайте немножечко Переключаться На новогоднюю тематику Люба оставила На сайте Радио Шансон Точка ру На форуме Прекрасный вопрос Вам, Сережа В преддверии Нового года И Рождества Вопрос, конечно О чудесах Было ли в вашей жизни События, которые Можно считать чудом Причем с большой буквы Ну чудо прежде всего Что мы появляемся На этот свет Да, что в городе Новосибирске Родился такой Не я исключение Я не как бы Не первый Не я последний Вот А то, что касается Всего остального Это, конечно же Я благодарен судьбе Благодарен родителям И за то, что Все-таки Так получилось Что я занимаюсь Любимым делом Любимой профессии Вот это, наверное, главное И еще одно От Галины Приходилось ли вам Встречать Новый год В костюме Деда Мороза Сережа Это было, когда Я учился В институте И мы Курировали Детские дома И целая Огромная группа У меня была Детей Вот этих трудных Подростков Мы с ними Летом выезжали В какие-то лагеря Занимались Воспитанием И А вот В зимнее время Приходилось Вот Дедом Морозом Приходить к ним На елку Ну, к маленьким ребятам Я имею в виду Понятно Ну, давайте Принимать гостей Галина Галина Александровна Нам дозвонилась Добрый вечер Галина Александровна Добрый вечер Откуда вы нам звоните? Я из Москвы звоню Добрый вечер Добрый вечер, Сергей Добрый вечер, Юля Добрый Я хотела бы Во-первых, вас поздравить С наступающим Новым годом Спасибо Здоровья вам Счастья, любви Творческих успехов Я слушаю вашу радио Вот уже три года Все время Хоть мне за 60 Но в душе Я женщин-базак Сказка возраста Мне нравятся ваши песни Любые Вот какие вы исполняете Все песни нравятся Но у меня скорее не вопрос А вот Ну, как бы рассуждение Вот вы знаете Вы прекрасный композитор Исполнитель Вот Стас Михайлов Мне нравится Андрей Бандера У нас в гостях Сергей Любовин Но почему На широком экране Очень мало вас Вообще, можно сказать Не показывают А какая-то бездарь Галина Александровна Давайте воздержимся От резких высказываний И не будем портить Никому Предпраздничного настроения В конце концов Это ваше субъективное мнение Да, ну да Не будем никого Обижать Да, вопрос Самое главное Понятен Да И, ну, отвечаю Ну, дело в том, что Прежде всего Огромное спасибо Шансон ТВ Что он Все-таки Не забывает И помнит О своих артистах И предоставляет Эфир Вот это главное А то, что касается Центральных каналов Ну, мне сложно Отвечать на этот вопрос Только лишь потому Что мы же артисты Мы работаем для людей А телевидение Оно может приглашать Кого-то Кого-то может не приглашать Ну, я Позитивно В этом смысле настроен В том смысле Что я думаю Что придет время Когда Там Показывать нас будут И ОРТ И другие там Каналы центральные Я думаю, что Все впереди В конце концов Галина Александровна Это же не мешает людям Нелюбавенно любить его Да, и момент такой Вот приходят на концерт Ко мне И говорят Сергей, вы знаете Как хорошо, что Вот был какой-то концерт Как хорошо, что У вас там не было Вот, ну, это Как бы Друзья мои Все Потому что, ну По тем-то или иным причинам Что гораздо лучше Прийти Посмотреть Именно картист Да, твой сольный концерт Посмотреть, как коллектив Играет вживую Что нет Никакой фанеры Намека на это И вот это вот На самом деле Очень приятно А потом В жизни все же происходит Чаще всего Все равно разумно То есть В нужное время В нужном месте Конечно Случается то, что Может быть и хорошо Что Мы не входим в эту Я имею в виду Артиста шансона В эту вот Обойму там Из 10 человек Которые-то вот Мозолят глаза На всех каналах И Может быть поэтому У нас хорошо проходит концерт Потому что люди скучают Они Слушают голос А им хочется посмотреть И пообщаться с человеком вживую Они приходят на концерт Сереж, ну что Галине Александровне Сделаем новогодний подарок? Обязательно Галине Александровне Вот диск подписываю Это двойник такой Называется вот Подарочный для всей семьи Потому что здесь еще есть диск Молодой певицы Совсем молодой Это девочка Там 14 лет Вот И уже Она очень талантливая Поет Записывает песни И вот Помимо моего диска Нового сборника Есть еще и ее сборник То есть Есть Послушать И Как бы Людям Условно говоря От 25 Старше И есть послушать И до беспредела Да, до беспредела И есть послушать Что детям Совсем маленьким Я считаю Что очень талантливый человек Сережа Давайте и мы Что-нибудь послушаем Да, как раз Это к вопросу Вот мужчина звонил Вот Что-то из Того С чего начиналось все Да, Сахид Из Москвы Да, Сахид Это как раз Вот эта песня Это женщина Я сам не знаю До сих пор За что мне это право слово Но я живу теперь Как вор Украши счастье У другого Она мне даже Не жена Но перед нею я в ответе Все потому что мне Она Теперь дороже всех На свете Это женщина Это женщина Это женщина Которую Люблю я Очень Это женщина Которая Мне снится Ночью Это женщина Которая Глядит С тревогой И мольбой Это женщина Это женщина Которая Подобна Чуду Это женщина Которую Я помнить Буду Это женщина Которой Никогда Не стать Моей судьбой Дождь Барабанит За стеклом А мне Такую ночь Не спится Я был Нечейным Шуравлем Она В чужой руке Синицы Она Мне Даже Не Жена Но Где Найти Слова И Силы Чтобы Поверила Она И От Меня Не Уходила Эта Женщина Которую Люблю Я Очень Эта Женщина Которая Мне Снится Ночью Эта Женщина Которая Глядит С тревогой И Мольбой Эта Женщина Которая Подобна Чуду Эта Женщина Которую Я Я Помнить Буду Эта Женщина Которой Никогда Не Стать Моей Судьбой Эта Женщина Которую Люблю Я Очень Эта Женщина Которая Мне Снится Ночью Эта Женщина Которая Глядит С тревогой И Мольбой Эта Женщина Которая Подобна Чуду Эта Женщина Которую Я Помнить Буду Эта Женщина Которой Никогда Не Стать Моей Судьбой Женщина 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 Эта Женщина Прозвучала В программе Женщина Женщина У нас в гостях Сергей Любавин Ну, о такой песне Наверное, мечтает Каждая женщина Чтобы когда-нибудь Кто-нибудь Ей спел Сережа Вот, пока Наши гости ждут Подождите, пожалуйста Чуть-чуть У нас Есть дозвонившаяся В студию По телефону 223-5550 Вот, тебе, Сережа Приходилось ради женщины Совершать какие-то безумства Вот, в последнее время У нас звучит Часто в эфире песня Украду тебя Вот, тут вот Еще что-то Юля, я Или это какой-то секрет Да, я прошу Просто Большая просьба Можно я не буду Об этом рассказывать То есть, хорошо Ну, хорошо, хорошо Это Да, момент такой Пусть остается И я считаю, что Ради женщины Все, что не делает мужчина Находясь за рулем Своего автомобиля Работая где-то там На верфи Или что Он все равно Все это делает ради женщины Вот это самое главное Это по большому счету Ну, такой ответ Надо стараться Надо стараться это делать И вот говорят почему Что Взаимоотношения Между мужчиной И женщиной На самом деле Это По большому счету Ну, некое Какое-то усилие Над собой И это какая-то работа Ну, работа В том смысле Не в том банальном смысле А в смысле Что Нужно Как-то Настраивать Себе Многое прощать Человеку Который рядом Нужно Делать так Чтобы ему было хорошо Чтобы у него было Позитивное Хорошее настроение И тогда Это же Опять же Плюсом Обернется К тебе самому Вот это вот Самое главное Ну, а ты все мог бы Простить Любимому человеку Действительно Ну, может быть За каким-то Небольшим исключением А хотя Может быть и все Вот по большому счету Мы Я имею ввиду Люди Мы не знаем Откуда мы приходим И куда мы Уходим В этом мире И в этом мире Никто никому Не принадлежит Поэтому И поэтому На что-то обижаться И на какие-то Человеческие Вот такие моменты Ну, это по большому Швейцарскому счету Я думаю, что не стоит И я думаю, что Простить можно все Особенно женщине Спасибо У нас чудесная гостья Вера из Ставропольского края Вот Не дождалась Верочка нас Ну, попробуйте Веру, может быть Еще раз перезвонить Наталья Из Москвы Есть на связи? Да, здравствуйте Добрый вечер, Наталья Здравствуйте Добрый вечер Сергей Я хочу сказать Во-первых, большое спасибо За Ваш концерт В Театре Эстрады Я была Племянником Игратом Все были просто Ваши сороки Хотя племяннику Только 11 лет Спасибо Вот растет поколение Все семьей, да? Вот И хотелось бы По этому поводу Спросить В Театре Эстрады Вы говорили, что 9-го В апреле У Вас будет концерт В Театре Эстрады А по шансону Я слышала, что в Кремле Где же все-таки Будет этот концерт? Информация Вот такая Что в Театре Эстрады Это я сказал Но на самом деле Предложили нам Вот эту площадку Большую То есть Кремль И уже сил Не было отказаться Совершенно И это раз А потом это будет Юбилей мой Это будет день рождения Это будет выход Нового альбома Это будет выход Новой программы И поэтому Вот так мы будем Широко Все-таки это отмечать Все-таки это будет Кремль Это 7 апреля И всех москвичей Гостей столицы Я с удовольствием жду Я уверена, что Многие Ваши поклонники С радостью приедут И из других городов Возможно Если, конечно, позволит Возможности Время Так Прежде чем мы Вот уйдем К песне Кстати, что сейчас будем петь, Сереж? Это песня Которая Прозвучала На широком празднике Шансона На разгуляе Эх, разгуляй Я хочу просто повторить Просто создать настроение В этот метельный Московский вечер Создать такое Восточное Теплое Жаркое Жаркое настроение И вот прежде чем Мы с вами запоем Я хочу как раз Перечислить караван Городов В которых вас ждут С растертыми объятиями Значит, Сережа Вас ждут Республика Дагестан Беларусь Город Бобруйск Ирина оттуда писала Томск Вас любят неимоверно В северном городе Печора В Рязани В Ставрополе В Краснодаре В Краснодарском крае Тюмень И даже дальше Севернее С гастролями в Германию Вас ждут Знают И любят В городе Штутгарт Там сестра моя Кстати живет Южно-Сахалинск Рубцовск И многие-многие города Юля, ты озвучиваешь График гастролей Моих ближайших Да ты что? Нет, я просто Спрашиваю к этому Хорошо Я не буду листочек выкидывать Вот он Это очень приятно И я думаю что Везде мы в течение Ну может быть не года А в ближайших там Несколько лет Успеем попасть И порадовать Я надеюсь Зрители и слушатели Хорошо Я повторю наш номер телефона Еще у нас есть время Для того чтобы повеседовать И вы задали какие-то вопросы Сергею Любавину 223-5550 Это телефон студии Радио Шансон Код Москвы 495 Мы сейчас видимо Прервемся ненадолго И затем уже прозвучит У нас караван Часики мои волшебные Подсказывают Что будет именно так Это программа Живая струна Очень скоро продолжим Живая струна Программа о живой музыке И живое ее обсуждение Живая струна И мы практически сразу Пойдем в песню Караван нам обещал Спеть Сергей Любавин Это программа Живая струна Дамы и господа 223-5550 Еще есть у вас Возможность дозвониться Сережа вам Да Момент такой Очень приятно Что Живая струна Представляет такую возможность Не то что На диске Не по радио А именно Живую В студии Спеть И оно там Как получится Да вот вам звонят Ваши слушатели Человек в голосе Не в голосе Вот знайпой и все Чувно ты попадаешь Да Ну знаете Всяко бывает Не на шансоне конечно Караван Караван Солнце над барханами Плывет Караванщик Абдулла Поет Как бродягу Жизнь носила Про девчонку Что любила Та чьи губы Словно Дикий мед Никогда Такую Не встречал Абдулла Девчонки Прокричал Зажигают В небе Свечи Женщин Ласковые речи Словно волны Бьются Причал Дай мне Дай мне Дай мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Буду С караваном Кочевать Буду Под луною Ночевать И тебя С веселой Свадьбы И тебя С веселой Свадьбы Темной Ночью Буду Воровать Дай мне Дай мне Дай мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Караван Дай 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 Мне Дай Мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Я и сам Девчонок Целовал Душу Как рубашку Зашивал Бросит Клен Свою Рябину Бросит Женщина Мужчину Поднимая Золотой Бокал Бросит Дай 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 Мне Дай Мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Туман Вдаль Уйдет Караван Дай Мне Дай Мне Дай Мне Огня Приласкай Скорее Меня А когда Растает Когда растает туман, вдаль уйдет караван, А когда растает туман, вдаль уйдет караван, Вдаль уйдет караван. Караваном в ней уходит от нас год 2010-й. А вот Валентина на нашем форуме спрашивает вас, Сережа, интересно, чего нам ждать от Сергея Любавина в наступающем году? Я тут предварю еще тот момент, что кроме предновогодних подарков, своих альбомов, Сергей принес нам премьеру песни. Это вот, Валентина, уже начинаю я отвечать на этот вопрос. Да, точно. И очень приятно, что эта премьера состоится именно на шансоне, в этой замечательной студии. Ну, такая сложная песня для исполнения, там посмотрим, как получится, но тем не менее. Ну, вы нам споете ее, да? Обязательно, да. Песня называется «Звезда ненаглядная». И, конечно же, я очень хочу посвятить этот номер, эту песню всем женщинам, которые сегодня дозвонились, которые слушают сейчас наш эфир. И всей публике моей с огромной благодарностью подарить эту песню, потому что я всегда это говорю и на сольных концертах, и скажу здесь сегодня в студии, потому что артиста делает его публика. Это люди, конкретные люди, каждый конкретный человек, который приходит и садится в зал, и слушает его творчество, и несет в себе вот частичку своей души, одну, две, любимые три песни этого артиста, и рассказывает о них, и дает послушать своим друзьям. Вот это очень важно. Вот это то, что делает артиста. Без этого артиста вообще нет. И поэтому, дорогие, уважаемые поклонники творчества Сергея Любавина, поклонники творчества Шансона, огромное вам спасибо, что вы есть, и слова глубокой благодарности и признательности. Я хочу сообщить вот Наталье из Москвы, которая дозванивалась нам, которой всей семьей ходили на концерт Сергея Любавина, что был в театре эстрады. Наталья, мы подарим вам альбом. Да, альбом. Свяжемся с вами и обязательно подарим альбом тоже для всей семьи. Для всей семьи. Ну, нам нужно переходить к примере песни, и все-таки вот, Сереж, если возможно в двух словах, вот вы как артист, у артиста не может быть так, что нет каких-то мечтаний. Что вам хотелось бы от нового 2011 года все-таки, что бы хотелось вам осуществить? О чем мечтать? Юль, на самом деле, настоящий, это не мечта, это на самом деле вот мое давнее глубокое желание. Я хочу, чтобы в России, в нашей России было все спокойно. Вот на самом деле, чтобы никто не враждовал, не дрался друг с другом. Я глубоко убежден, что нам не нужны какие-то вот такие космические взлеты, там, какие-то решения в экономике выдающиеся или что-то такое. Потому что России нужно просто спокойно работать ежедневно, и просто вот это спокойствие, отсутствие вот этих каких-то взрывов, каких-то там чего-то такого, падения там курса, того-сего, вот это вот и есть залог ее успеха. Давай мы попробуем, да, чуть позднее, вот, может быть, продолжить эту тему. Время, время, время. Да, звезда ненаглядная. Премьера на радио Шансон. Звезда ненаглядная, звезда сумасшедшая, Ты прямо из сказочных снов На грешную землю сошедшая. Однажды, увидев тебя, Покой потерял навсегда. Осталась ты в сердце моем, И явью и призрачным сном. Последняя и первая, Единственная верная, Я за тобой прошел сто дорог, Холодный запад, жаркий восток. Последняя и первая, Единственная верная, По звездам путь в тебе я искал, Нашел его и вновь потерял, Нашел и потерял. Я долго тебя искал, Так долго по свету бродил, Не думал, что к встрече с тобой Не хватит ни дней мне, ни сил, А время палач и судья, Ему непонятны слова, К тому же пред ним все равны И нищие короли. Последняя и первая, Единственная верная, Я за тобой прошел сто дорог, Холодный запад, жаркий восток. Последняя и первая, Единственная верная, По звездам путь в тебе я искал, Нашел его и вновь потерял, Нашел и потерял. Последняя и первая, Единственная верная, Я за тобой прошел сто дорог, Холодный запад, жаркий восток. Последняя и первая, Единственная верная, По звездам путь в тебе я искал, Нашел его и вновь потерял, Нашел и потерял. Живая струна В прямом эфире радио шансон Лучшие и любимые музыканты Говорят, поют и играют вживую. Живая струна Сергей Любавин сегодня в программе Живая струна. Времени у нас остается мало. Давайте попробуем его как-то максимально Плодотворно использовать. Григорий из Краснодарского края У нас и ждет, и ждет, и ждет выхода в эфир. Григорий, вы с нами еще? Здравствуйте, я вас жду и жду и жду. Спасибо, что дождались. Григорий, вам слово. Спасибо, что вы мне ответили. Вернее, как вывели мой звонок в эфир. Я хочу обратиться к Сергею Любавину. Я строю дома, и я не являюсь таким партнером, каким является Сергей Любавин. Но хочу спросить Сергея, насколько его творчество автобиографично. То есть какой партнер души он складывает свои песни? Спасибо, Григорий. Да, очень конкретный вопрос, то, что называется. Во многом и отчасти все песни, которые я написал, и которые пишут для меня сейчас авторы, они автобиографичны. Но совершенно впрямую воспринимать то, что как поется в песне, так и случилось со мной, может быть, не стоит. Потому что что-то отчасти произошло, но чего-то не было. И поэтому, конечно же, любой автор пропускает через себя свою песню. На то он и артист. На то он и артист, на то он и автор. Но это совершенно не значит, что все события, которые в песнях там происходили или что-то, это происходило со мной именно 100%. Лично. Это же касается следующей песни, которую уже тут и смс-ки шлют. Я не могу ее не спеть. На наш еще платный номер 130 приходит смс, в котором пишется Сергей Любавин. Супер, Сергей лучший. Но прежде чем мы уйдем в песню, Сергей, вот какой вопрос. Вот вы были три раза в Чечне, да? Давали там концерты. Да, с концертами. Как раз не закончилось там еще все заварухи. Что больше всего вас потрясло, если потрясло вот там, в Чечне? Да, потрясло, конечно. Ну, в первую очередь, конечно, чисто бытовая разруха, ну, какая-то неустроенность людей. Это было уже достаточно какое-то время назад, да? Да, ну, мы были там и в Шали, там и выступали с концертами, там в ангар набивался народ, солдаты, офицеры, и для них вживую там проводились эти концерты. Вот. Но я хочу немножко о другом сказать. Это о том, что, о чем, собственно, и пойдет речь в следующей песне. Это песня «Волчонок», она достаточно широко известна. Это песня о том, что ни один народ, это и в связи с последними событиями, которые в Москве произойдут, невозможно победить. И весь негатив, который выливается, вот, ты там такой, там, ты там черненький, ты там беленький, и вот это все никуда не приводит. Это тупиковый путь. Это тупиковый путь. И он просто приводит, во-первых, к разрушениям внешним каким-то, которые выражаются там в городе, там у нас, в нашем любимом, и в разрушении, самое главное, внутреннее. Человек, который испытывает, постоянно испытывает вот это чувство ненависти кому-то и по какому-то поводу, неважно по какому, он себя разрушает. Дорогие друзья, я еще раз о вас призываю к этому и призываю задуматься просто. Мы не знаем, откуда мы приходим, и куда мы уходим, и кто мы на самом деле. И вот этот короткий отрезочек жизни, который мы проводим на земле, нужно его проводить, стараться проводить в каком-то позитиве и вере, что у нас все получится и все будет хорошо. Может быть, даже вот, я, например, не беру на себя миссию там множить количество добра, но хотя бы не множить количество зла. Да, негатив он разрушает сам по себе, поэтому, ну, зачем? Ну, человек, если хочет этого, он как бы разрушается. А это, я думаю, что не нужно никому. Григорию из Краснодарского края достается подарок от Сергея Любовна. Да, диск, семейный, вот этот диск, новый сборник, здесь новые песни, и в том числе песня, которая не прозвучала, пока в эфире шансона «Кружится снег», новогодняя песня. Вот, она здесь в этом диске, о песне «Волчонок», и этой песне, подытожив, что не только лирика совсем уже у меня в творчестве, которая там, а есть и серьезные социальные песни, есть песни Есенинского цикла, написанные на стихи Сергея Есенина. Это вот отдельная тема, мы не успели, к сожалению, затронуть, но я думаю, что 7 апреля на концерте в Кремле мы все это сделаем и забабахаем так по-настоящему, зажжем, поэтому всех еще раз приглашаю, а сейчас прозвучит песня «Волчонок». Дамы и господа, программа «Живая струна» на этом завершается, уходит на зимние, новогодние каникулы. «Волчонок» в эфире радиошансон Сергей Любавин. Беспризорник Ирвань, по прозванию Серега, тратил редкий талант, данный будто на грех, когда дрались в расходку, и врагов было много. Он один на один выходил против всех, а когда подросли гордые одиночки через злую жару и седую кургу, они вместе прошли все горячие точки, словно серая стая волков сквозь тайгу. Такого «Волчонка» любила девчонка, хорошая девочка, чупчик Аленка. Но однажды в горах молодые проспали, горцы тихо пришли и достали нас. ХОРОШЕЕ РАДИО! ХОРОШЕЕ РАДИО! ХОРОШЕЕ РАДИО! Продолжение следует...